Рельсы в обратную сторону. Россия применяет на Украине бронепоезда. Боевым эшелоном, ощетинившимся пушками и пулеметами, предстоит решать в ходе СВО вспомогательные задачи. Бронепоезда будут, к примеру, обеспечивать переброску большого количества войск или военной техники, а также различные гуманитарные миссии. Еще одна их задача – обеспечивать охрану железнодорожных мостов, а также ремонт поврежденных путей. В атаку бронепоезда точно не пойдут. Бронепоезд с запасного пути Минобороны РФ задействовала на Украине неожиданную боевую единицу – специальный бронированный поезд Волга Западного военного округа. Сообщается, что этот вооруженный железнодорожный состав будут привлекать для решения целого ряда задач, в первую очередь, для разминирования железнодорожного полотна, сопровождения военных эшелонов и гражданских поездов, прикрытия различных объектов инфраструктуры, а также для гуманитарных миссий. Бронепоезда, находящиеся на вооружении железнодорожных войск, представляют собой набор различных платформ и вагонов, на которые устанавливаются различные системы вооружения и модули. Железнодорожные машины в своем классическом виде – специально созданные бронированные вагоны с интегрированными системами вооружения. Когда-то были довольно популярными в различных армиях мира, но в настоящее время превратились в некий архаизм – военную экзотику. От них отказались все страны мира, в России они были сняты с вооружения в начало 1990 годов. Сейчас на хранении находится несколько серийных составов ПАДИН, которые построили в последние годы существования Советского Союза.